Автограф Пикассо попал ко мне, когда мы с женой начали первый год работать у музея Кижи, это 67-й год, год лета, я готовил экскурсию, страшно боялся выходить на нее. Ну и вот как-то, это был май месяц, как-то приходит директор Владимир Иванович Свердлов и говорит, мне хватит сочковать, выходи на экскурсию. Я говорю, а кто приехал? Он говорит, что приехала женщина из Эрмитажа, называется Антонина Николаевна Сергина, ее дети, Антонина Николаевна Сергина, это дочка академика Арбели, и с ней сын Митя Арбели и его жена Таня, и какой-то француз. Француз оказывался директором французской национальной галереи, галереи Месье Жардо. Директор дал мне ключи от наших храмов, я взял ключи и пошел с ним на экскурсию. Я, конечно, почти ничего не знал, Антонина Николаевна, такой искусствовед, всемирно известный, можно сказать, она занималась французской живописью. Кстати, она потом через несколько лет приехала с мадам Лидой, мадам Лида, я ее сразу узнал, говорю, это вы? Она говорит, это я. Это была мадам Лида Делекторская, секретарь и натурщица Матисса. Я как раз тогда Матиссом увлекался. Так вот, приехали, значит, месье Жардо, Антонина Николаевна Зергина, искусствовед, и ее сын Митя Арбели и дочка Таня. Вот я с ними ходил, ходил, ходил. По музею больше, конечно, рассказывала Антонина Николаевна, она больше в этом разбиралась. Я много еще не видел, многое не понимал. Потом мы с ними пообедали в самом ресторане. Месье Жардо рассказывал о своем знакомстве и с Сальвадором Дали, и с Пикассо, просто говорил, как директор галереи. Они уехали, и через неделю примерно мне приходит открытка, интродукция с монстрами Сальвадора Дали, и, конечно, западная открытка с нашими штампами, печатями, и на открыточке следующее написано. Вы, вероятно, угадали, кто, вспоминая вас в Дали, вшлет в полюбившиеся Дали открытку с опусом Дали. Я, конечно, понял, кто это. Прошло несколько месяцев, и я получаю от Месье Жардо две монографии. Скировские издания Скира было такое очень модное и популярное издательство в 60-70-е годы. Вот одна монография о Клее, вторая о Кандинском. И эти монографии завернуты в такую гофрированную бумагу, картон, можно сказать. И там крупно написано, крупно размажено Пикассо. Ну, и монографии мне понравились, Семёли тоже гофрированный картон, я хотел вышвырнуть. Всё это Виола говорит, слушай, а может быть это автограф Пикассо. Я посмотрел, как он подписывается на этих самых, на репродукциях. Нет, это просто почему-то Пикассо написано, я не знаю почему. А потом, мне сказал Линник, так он так подписывает, просто даёт автограф, вот так расписывается, фломастером чёрным, не на работах, а просто так вот. Раздаёт автограф, вот такого возговорит автограф Пикассо. Потом мне подтвердили ещё знакомый с творчеством Пикассо, вот действительно у нас так оказался автограф Пикассо. Но не на работе, вот, а на таком вот, на картоне, как я говорю, ну, вот всё, про автограф Пикассо. Но вы его храните? Ну, я храню просто... В рамочке? Нет, не в рамочке, просто так лежит, так на стеллаже, куда-то там задвинут. Но всё равно приятный автограф Пикассо. Даже не работа, она так размашистая, Пикассо. Продолжение следует...